Доброе утро, дорогие мои! Я на своем метеорите и хочу с вами поговорить о вещах духовных. Мне правда отвлекаться от них на дела житейские, на ту же журналистику, ну, не очень нравится, потому что все это суета-сует, как говорится. Но если у кого-то есть необходимость взять меч и пойти защищать свою родину, то у меня есть необходимость и возможность взять камеру и пойти защитить свой народ, можно так сказать. Поэтому отвлекаюсь, поэтому вот такие в какой-то степени общественные и политические дела совершаю, что мне в принципе, ну, еще раз скажу, ну, не очень хотелось бы делать, но надо, но надо. Мы с вами последнюю беседу, духовную беседу, вели о Боге-Слове, о том, что мы отступили в своем христианстве от понимания того, что все Бог-Слово. Мы углубились в понятие Его явления как Христа, то есть вот этой части Его, можно так сказать, жития Бога-Слова. И в ней углубляясь, тоже потихонечку отходим от понимания Бога-Отца и Его проявления как Бога-Слова в нашем существовании, в нашей жизни. И от этого все наши беды, это не я сказал, это Афанасий, великий святитель сказал, что чем больше мы отклоняемся от Бога, тем больше попадаем в таление, в безумие и смерть. Все войны от этого, все наши непорядки и все наши преступления, они от отклонения от Бога-Слова. Коротко, что такое Бог-Слова, который все родил, все создано Отцом через Бога-Слова, так можно сказать. То есть Отцом Его Словом все создано. Мы ни Отца, ни Сына Слова, ни Духа Святаго видеть не можем, потому что они невидимы и нами непознаваемы. Но мы можем видеть материализованную форму Бога-Слова, которую Он нам оставил для своего познания. Знаете, так как писатель, например, оставляет о себе знание в чем? Он пишет произведение какое-то, оно буквами выкладывается, и мы его читаем и знаем. Или художник, он рисует какие-то картины, или скульптор делает какие-то фигуры, и мы скульптора по этим фигурам знаем. Вот Бог Слово оставил нам для своего познания то же самое. Вот вся природа – это все язык и воплощение для нас созданного произведения Бога-Слова. То есть листочка, например, это буковка какая-то, которую писатель написал. Значит, дерево – это произведение, которое сделал Бог Слово как скульптор. Мы с вами созданы подобием Бога-Слова и Отца. Значит, подобие в чем наше? В душе. Душа у нас подобна Богу, потому что она тоже творческая, потому что она бессмертная. Она невидимая и даже нами с вами лично непознаваемая. То есть мы подобны Богу в душе. В тело мы попали, ну, грубо говоря, случайно по греху и тело тленное, чтобы нам напоминать, что надо готовиться к переходу. У нас три рождения – рождение в крещении, рождение от матери и отца, рождение в крещении и рождение в смерти. Мы переходим в смерть. Почему я все это напоминаю? Для того, чтобы мы с вами поняли свою религию. Поскольку религии, они уклоняются в том числе от Бога-Слова, впадая в язычество. Когда-то было всем народам дано откровение о настоящем Боге, о едином Боге. Но народы, отклоняясь в свои национальные культуры или даже создавая эти культуры на основании этих отклонений, они отходили от Бога-Слова, отошли от Бога-Слова. И всяческим своим проявлениям, своим действиями впадали в другие религиозные состояния. Они начинали верить в то, что Бога словом создано в части тех письмен, в части тех художественных произведений, которые Бог-Слова, как я вам говорю, оставил. Ну, начинали, например, верить в дерево. Там дуб был священным. Но дуб – это одна частичка, маленькая частичка произведения Бога-Слова. Вся земля – это одна из частичек произведения Бога-Слова. Ну, как бы самым высшим проявлением считалось, что начинали верить в Солнце. Но Солнце – это лампочка для нас, животворящая, конечно, такая, живительная, которая дает нам тепло и свет, от него все родится, все растет, все осоздают. Но лампочка, лампочка. Сейчас мы знаем, что Богом созданы миллиарды и миллиарды этих лампочек, которые мы в виде звезд видим. И молиться на одну лампочку получается такое же странное явление, как на любую из других лампочек. Поэтому язычество – это форма отклонения от Бога-Слова. Но язычники когда-то были объединены откровением этого Бога-Слова. И поэтому тот же Афанасий Великий пишет, что получили это откровение все народы, так можно сказать. Мы с вами оказались в арийской группе народов, получивших откровение, или сейчас это называют индоевропейская языковая группа. То есть вот эти все народы были объединены когда-то одним древним языком, от которого пошли все остальные языки. И мы входим в эту группу. И мы с вами еще и входим в славянскую группу языковую. То есть из этой группы выделились славяне, которые, вероятнее всего, и сохраняли истинное откровение о Боге-Слове. Потому что христианство у славян пошло быстро, легко. И мы знаем, что православие в основном в славянской группе языковой и осталось. Это религии, которые мы считаем правильные. И знающие настоящего Бога. Религии настоящего Бога. Как настоящего Бога познать? Сейчас очень много таких стало проявлением, что Бог один и тот же. У тех Бог такой же, как у нас. И у других Бог такой же, как у нас. В общем-то, опять не составляют труда, потому что тот же святитель Афанасий Великий объяснил слово к язычникам у него там есть. Что истинного Бога знают те, кто когда-то получил откровение о нём, потом заблудился. И Бог Слово, воплощённое в Христе, пришёл их вывести из этого заблуждения, этих людей. То есть он не просто пришёл объяснить всем, как выйти из этого положения, а прямо конкретно вывел своих людей из этого языческого состояния, то есть тех, кто Бога Слово знает, познал. Это была и еврамическая группа, поэтому он пришёл к евреям, к иудеям, которых и попытался первых, можно так сказать, спасти, потому что они, похоже, больше всех и заблудились. То есть вот те, можно так сказать, кровавые жертвы, которые они по отношению к своим врагам применяли, то есть уничтожали полностью народы, была, по-видимому, одна из самых главных форм отпадения от Бога, потому что убийство человека – это всегда отпадение от Бога. Как бы ни говорили там «священные войны» и так далее, и тому подобное, они, может быть, и священные, хотя кто его разберёт, кто начал эту войну или каким образом эту войну выиграл, но убийство человека всегда – это процесс отклонения от Бога. Кто его начал, этот процесс, кто в конечном металлге его восстановил, в том числе и каким-то убийством, это каждый раз можно разбираться и понимать, кто на какой стороне был, но все отклонения от естественного состояния доброго человека – они греховны. Они греховны. Как, в принципе, и отклонение от Бога, оно уводит человека от нормального состояния поведения и отражается в его ненормальном состоянии неправильной жизни. Ну, даже арийской группы. Ну, вот арии. Кто такие арии? Арии переводятся как «гостеприимные». Гостеприимные. То есть свойство этих народов было гостеприимство. И мы знаем, что у русского народа, у славянских, да у многих народов гостеприимство оставалось действительно главным признаком добра, когда гостю было все посвящено. Ну, кстати, в эту арийскую группу входят и многие кавказские языки, и можно нетрудно в этом убедиться, посмотрев, что это такое индоевропейское. Многие азиатские языки и так далее и тому подобное. То есть получалось, что гостеприимство как форма проявления божественности было у очень многих народов. У очень многих народов. И они любого иноверца, и иностранца и так далее воспринимали именно вот с этой формой божественного своего служения. Поэтому я-то как раз и говорю о том, что возвращение к пониманию Бога Слова оно ведёт к пониманию Бога Единого для тех, кто в Него верил, и у кого открыто это откровение. И опять возвращаюсь к тому, что единый ли Бог у нас с кем-то другим, кто говорит, вот там единый Бог. Нет, не единый. Вот тех, кого вывел Бог в христианство из определённых, до сих пор сохраняющих языческое существование народов, тот и есть понимающий Бога Слова, Бога Единого. При этом мы сами знаем, что есть христианство, есть лжехристианство. И для нас с вами христианство – это православное христианство, то есть правильно славящее Бога Слово или правильно существующее в Боге Слове. А есть христианство ложное, которое только подражает, в котором, можно так сказать, артисты пытаются подражать настоящему христианству и ушли от него через свой эгоизм, через своё участие в убийствах, через своё существование в грехах гордыни, стяжательство, обжорство и всего остального. Поэтому истинными христианами, сейчас и истинными сынами Бога Слова можно считать тех, кто находится во благости, то есть в добре. это свойства единые для всех истинно верующих в Бога, то есть те, кто не хочет зла кому-то другому, не хочет того, чтобы кто-то кого-то убивал или ещё что-то. Это добра. Ну и, как видим, одно из проявлений истинного христианства – это гостеприимство. Поэтому истинные славения, истинные арийцы, как говорят, то есть истинные гостеприимцы, объединяйтесь в Боге Слове. Мы должны всё-таки проявить своё добро, свою религиозность, свою веру в настоящего Бога блаженного, благого Бога. Вот. Именно в том, что должны эту благость инести миру. Все, кто несёт обратную сторону, то есть давайте убивать, жуткие слова я услышал тут от отца Всеволода Чаплина, что убивать, да, нужно, и можно, и некоторые достойны убийства. Это недостойно. вообще христианина. Такие слова. Я не знаю, почему из патриархии нет никаких реакций на такое поведение некоторых лиц, агрессивное поведение. То ли это форма такая поддержки некой государственной линии, или некоторых людей из государственных линий, чтобы развивать милитаризм, чтобы развивать вот такое военное отношение к другим народам. Но я вас уверяю, и без этого мы могли бы это развивать, и без постоянного упоминания врагов и так далее, народ у нас согласный быть под сильной рукой и под хорошей охраной, без всяких вот таких низких высказываний и отношений друг к другу. Вот такая накопилась беседа. Спасибо за внимание тем, кто дослушал. Всем здоровья и всем быть в Боге Слове, то есть в добре и в гостеприимстве. Аминь. Помоги всем, Господь.